Я принимал алгоритмическое мышление, потоком в сознании и красивость в слове снять делаешься. Алгоритмическое мышление – это мышление целостное, которое основано не на гибридской форме, а основано здравосмысленное, которое я вам здесь показываю. И последнее. Нет такого высочек новых силогих, кроме новых знаний. И нет еще практичного, но в шитье умы. И последнее – для разрядки. Садитесь в замену Декарта. Он говорил о том, что от меня защищены слова, и вы из вами берут пары в заглушлении. Я говорю о том, что не музыка, которая есть в словах, никогда в них нет. Согласитесь, этот доклад для нас представляет большую ценность и одновременно это произведение художественное. На полчаса больше, но думаю, что это не страшно. Надеюсь, мы не станем сокращать. Я предлагаю так, по нашей традиции, полчаса на вопросы и ответы. И уважаемых коллег, которые будут задавать вопросы, я просил бы не делать выступление. А потом полчаса на выступление, комментарии ваши. Не возражаете? Тянем руки. Здравствуйте. Меня зовут Добровольская Алина Михайлович. Я занимаюсь наукой области работы и подсознательной. В том числе, я пишу на вашу тематику управления времени. Как можно отхватывать сразу все, и одновременно находиться в любой конкретной точке, не теряя связь с целью. Просто занимает Добровольский больше трех тысяч статей. Не надо сказать, не надо это выступление. Я просил, уважаемые коллеги. Только вопросы, вопросы короткие. Валентин Иванович, покажите пример. Я бы хотел задать следующий вопрос. У вас основное, что говорится о том, что необходимо дать правильное определение. И вы всегда ссылали в своем выступлении презентации на здравый смысл. Можете дать определение здравого смысла? Я бы показывал, значит, здравый смысл. Здравый смысл, это, значит, во-первых, это то, что всеми понимаются одинаково. Это первое, идея, здравого смысла. Второе, идея, здравого смысла. Это, так сказать, то, что у меня один смысл связан с другим, взглядом опциями. То есть я имею в виду, что если я говорю слово функция, то слово функция и без слова ресурс не имеют смысла. Она не может быть... Если я говорю слово функции, то оно имеет значение, без смысла, без слова задачи, потому что она пустая. Если я говорю слово задачи, оно не имеет смысла, без слова показать, потому что я не представляю. Вот это и есть здравый смысл. Спасибо большое. С этой стороны завал. А вся модель построена на вот этих инвериалтах. Хорошо. Владимир Арсентьевич, вот вернемся к началу вашего выступления. Вот там многослойку такую рисовали. Наверное, образ жизни, а внизу добывающая промышленность. Теперь вот о российских конкурентах преимуществах. Понятно, что у нас есть в третьем слое перспективные технологические принципы в российской науке. Во втором слое есть ваше предложение по семантическому моделированию. А где в России у нас Голливуд, который задает образ жизни? Хорошо, брат. Значит, ну, ребят, Тимур Пехмагетов, вот, он вообще ставил смысл, он стоит в Голливуде. Ближе, ближе, ближе. Я говорю, что вот человек, который ставил вот такие смыслы в Голливудском уровне, Тимур Пехмагетов, он в Голливуде. Общаясь на вопрос, где вот эти люди? К сожалению, к сожалению, я могу сказать, что вот экономика, вот в целом, что экономика, я говорю, культура центричная. И там именно культура, и есть источник, производство образа жизни, и из них уже идет, по сути дела, формирование вот той реальности, которой вещами, вроде, не наполняются. Вот, а мы сейчас, как говорим, по сути дела, вот, ну, будем, как говорите, обсуждаясь, мы пытаемся опередиться, просить их промышленности, и у нас не стоит, потому что у нас, в принципе, задача не стоит. То есть, ну, не понимая свою экономику, как экономику, которая будет уцентрична. Всего это, по большому счету. Дизайнеры определяют спрос в продукте и так далее. Вот мы этого не понимаем. Спасибо. Следующий вопрос. Вячеслав Кадатьев из тех. Смотрите, вот, в начале это, онкологической сети, сначала у вас было 4 вершины, это принципиально важный тур, а потом начали делить. А если бы 3 или 5? И потом вот это ограничение 600 с чем-то, а если бы 1500? Значит, объясняем. Значит, это все очень строго. Значит, дело в том, что все мышления, это мышление всегда в объеме. Значит, дальше, минимальная структура пространства, которая может быть образована, это тетради. Это пакет молока. У него 4 вершины. Поэтому, с этим и идем. Дальше я беру аналогию. Как строится живая система? В основе живой системы существует, как структура, которая строит пространство организма, существует 4 сущности. 4 нуклеотиды. Атонин, гладин, стазид и демид. И вот они выстраивают. Если я беру комбинации, да, любая поверхность в пространстве, это всегда три мышления, триады. Не всегда у меня идет, как бы, в этот реальный, получается, скажите, 4 по 3. Если вы вынимаете, вы получаете 64 комбинации. А в жизни сколько? Это халф сказал, что 64 комбинации, достаточно для этих генокод. А в жизни сколько? 20. Почему? Да потому что 44 смысл не имеет. Они не нужны. Потому что, оказывается, организм, он как структура для пространства спасти. Он имеет 20 векторов, в которых именно как структура с 50-м симметрией развивается. А в этой структуре, значит, у меня эта структура эгосайна. И тогда получается вопрос, что технически невозможно 64 аминоксалты, а реально у меня существует 20-м симметрии слова. Почему? Потому что это, по сути дела, и говорит о том, что структура, она бегает по чьей закон, георитетический закон пространства. По сути дела, я не эту структуру приведу к своей модели. Значит, вы подголинели у природы вот это... Слушай, смотри, 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 смотри. Это половина зала. Вы уже задавали вопрос, нет. Почему кто-то? Вон там, молодой человек сзади. С кем же? Потом будет. Здравствуйте. Можно задать такой вопрос? Можно ли с помощью использования комплекса матической таборогии сокращать, допустим, 600-страничную книгу до 10 страниц, без потери смысла, чтобы человек, который прочитал 600 страниц, у них было одинаковое понимание того, что это написано в книге? То есть экономия времени, соответственно, руководители, как это? Значит, вы знаете, наверное, можно, я бы это придумал. Вот эти будут заниматься внухом и другие инструменты, которые попытаются найти смысл, иногда, в том, что смысл не имеет. Я говорю о такой вещи. Я говорю о том, что у меня, я не ищу смысл в детстве. Я говорю о том, что тексты, которые я создаю, они должны быть оболочки для некоторого смысла. Поэтому, в данном случае, если бы это у меня каким-то образом связано с сонным пространством, вот, я уже знаю, что это поток сознания, в котором там каждый сердится, каким образом я вижу эту ситуацию? Значит, я не вижу, что с помощью каких-то вот этих систем, больших данных эта задачка решает. Это не на взрывах. Я представляю о том, что есть некоторые точки здравосмысла. Вот там, где я могу управлять смыслом, и там, где я могу управлять структуризацией информации, вот отсюда нужно начинать. То есть, очищками выздоровления и высокого пространства является корпоративная система, где я могу задать стандарты, где я могу описать информацию, где я могу контролировать, и тогда мне вот эти очищки, которые, заинтересуются между собой, вот они и станут острым здравосмыслом безмерными в суммопространстве. Ваш вопрос. Вопрос. По динамику вашей модели. Это половина завода. 602 смысловых блока, они как-то могут рекомбинироваться под то или иное новое семантическое поле, допустим, семантическое поле детства. Вот, 602 блока могут рекомбинировать как-то под это семантическое поле? Ну, так, опять же, то есть количество коннекторов славных блоков может меняться и полная эта структура жесткая. Эта структура жесткая. Другое дело, что вот комбинации я могу устроить бесчисленное множество. бесколечество коннекционов применяется, а комбинация возможна. Совершенно верно. И, опять же, опять же, вот у меня с прежним, я беру пример слово проект. У проекта я могу менять название. Вот, это у меня бесконнектор. То есть я могу вести словари классификаторы рядышком. Чтобы привязывать к контексту. Совершенно верно. Но мне их нужно обязательно привязывать к контексту. А здесь у меня свободное поле. Но, опять же, что бы я ни делал, никак бы я еще не называл, значит, у меня проект не может существовать без продукта, на который он просто не имеет смысла. Алексей Гульб. Здравствуйте. Алексей Гульб. Проектирование элементов вы видели. Значит, вот если взять ваш шестиугольник и разместить в центре проект, в одном из мест будет цель. И из этой конфигурации получается некая технология, которая разворачивается, некая матрица, которой можно пользоваться дальше для развития темы. Есть ли таких целей несколько? И матриц получится несколько. Как вы разрешаете возможные конфликты между вариантами этой матрицы? Это один вопрос большой и один совсем маленький. Скажем так, в советской системе главными определителями ценностей были, ну так, просто скажем, технари. В голливудской системе дизайна. Вам лично что больше нравится? значит, отчаянный вопрос. Значит, что касается поднятий цели, поднятий цель это ящейка. Куда складывается? Во-первых, вот, я беру, например, поднятий цели, вот в этой ящейке вы сказали, одна цель, другая цель, я просто нахожусь. Дальше, обслуживаясь, у меня там возникает еще, я просто сложно здесь показывать, всерьез, но дальше у меня возникает цель сотрудника, цель другого сотрудника, она интервью цель депортальная степень. Конечно, 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 если например, слово продукт, то у меня продукт начинается, допустим, с тоной или с плавной среди, не важно какие-то, в том, в языке я говорю. Значит, у меня как-то идет там, я знаю какой-то другой среди материал, из материала я знаю истерию в виде агрегата, агрегат я как бы делал продукт, но у меня этот процесс никогда не завершается, потому что в конце у меня тоже продукт называется валовый нестальный продукт, но все это продукт, я по этой вертикали могу и показать каким образом я с добычей нефти могу собрать валовый нестальный продукт. Вот, и теперь второй вопрос. По поводу цель. Дизайнеры и... Я помню. Значит, смотрите, у меня различаются понятия ценностей и понятия идеалов. Мы их часто путем. Так вот, в данном случае, я показывал вот эти тематики, что у меня смысл заключается в том, что некоторые идеальные сообщества, которые рисуют в мире дизайнер, я должен совместить с ценностями. Но ценности, опять же, они имеют смысл в зависимости от той организации, которая согласится к производственному оборудованию. Потому что ценностью для военного является жизнь бойца. И когда он считает цель победы, то цена победы предстать себя с помощью он положил, а эффективность заключается в том, что сколько с помощью своих сил он учится это тоже ценностями. Я вижу, я вижу. Эта система, она каждый раз настраивается на дипу организации, на то, что мы считаем ценностями. Владимир Владимирович, у нас у нас есть вопросы, я его использую. Вопросы я просто представляю себе это право полушария, это лево. Право полушария гораздо активнее. Сколько людей уверенно владеет вот этой методикой построения вот этой смысловой метамодели? И вопрос второй. Вот если вспомнить раскосленно, как там пытался человек определить секунду, что такое, знаете, наверное, этот сюжет, да? У вас, чтобы определить каждое понятие, практически нужно вытянуть вся связь вот этих 600 элементов. Как вы с этим справляетесь? Значит, очень легко. Значит, что я сейчас, к сожалению, делаю на лекции департамент, который при этом скомнил, он слушает, почитай моему сотруднику лекцию. А что? Они меня не понимают. А ты про что ему рассказываешь? Я ему скажу про это. Он начал мне рассказать, я стал создать вопросы. вместе с ним похотать. Может быть, начать нужно себя, а дальше как раз мы, занимаясь проектом управления. Вот сборкой важны владеть немногие и не в стоянии а владеть многим, просто не каждый кого не деля, а дальше я говорю, что у тебя есть, например, в проекте, вот человек, который занимается бизнесом, и плюсом занимается, пока им без аминтов там а дальше уже от него как бы зависит. Он хочет осваивать, а дальше он не хочет. Поэтому я хочу сказать, что умение руководителя это организовывается в слову сборной. А каждый, извините зрение, это не трудно переставить в обучение через процесс автора. Я повторяю, что селси должны владеть немногие, но владеть должны обязательно. Что? владелец. Ну, пока продолжать это немая компания очень трудно. Скажите, вопрос, не один, уточняющий, не больше. Хорошо? Очень многие хотят задавать. Скажите, пожалуйста, есть ли конкретный большой проект через вашу систему хотят протестировать, можно ли там увидеть под различные цели реализации этого проекта, увидеть, какие стили лидерства требуются и вообще какие лидеры требуются для команды? на уровне экспертности, на уровне экспертности. Можно ли это просчитать? По поводу просчитать это, как бы, могут считать специалисты, которые хожу и узнают предметы. Я могу дать лично слово конструкции. Те вопросы, которые можно предъявить внимание и что с чем связать. Это уже выходит с пределом моей компетенции. То есть, например, говорю, что слушай, вот у тебя значит вкладывая решение слово воли. Он спрашивает, что ты воли? Вернуть желание и интересное его сотрудникам. Зачем я тебя хотел? У меня на очень научно-очень стоит для желающих. Мне хочется, потому что он очень внимательный. Это его решение, и я не могу ему, но я ему про это сказал. А когда я консультирую айтишника, я говорю, слушай, хоть твой начальник и против, он мне говорит, но ты на всякий случай ищи ику заведи, потому что что подутье непределно. Вот идите на нашу. Здравствуйте. Вы сказали, умное управление это переход от аналогов бизнес-процессов к условному алгоритму. Здесь с одной стороны айтишники говорят, нельзя автоматизировать хаос, с другой стороны мы видим появление новых программ информационной технологии, которая работает с неструктурированной, те же бибдейты и биай, и мы знаем опять-таки стремление руководителей некоторых, которые говорят, поставь айти-систему и она все решена. Вопрос, как оценить уровень зрелости вот тех самых аналогов бизнес-процессов, которые позволяют подходить к следующему уровню? Значит, ну, оценить можно по тем документам, которые пишут руководители по качеству этих документов, по возможности эти документы трансформировать в программы и в алгоритмы. если я их не могу узнать, это вот говорит о качестве карлинии. Теперь второе, о чем вы говорите по поводу вот этого информации. Значит, вы знаете, вот, начнем с того, что большие данные для меня, например, я пользуюсь не только рекламными текстами, которые пишут продавцы больших данных, я чаще пользуюсь анализом аналитиков, которые описывают реальную оценку того, что они могут, сейчас с компанией ГАРФ, которые ставят вопрос по-другому. Нет проблем больших данных, есть проблем с плохой структурой информации. И проблема не в том, что данные большие или маленькие, проблема в том, как они структурированы. Теперь, что касается вопроса больших данных, во-первых, на них годы проходят, а что с этим? Потому что окопаться с громадными затратами в себе дороже. И второе, где большие данные проявились как хорошо? В медицине. Почему? Да потому что информация, она изначально структурирована. Поэтому успех. Но успех не программистов, которые с ними работают, а успех медиков, которые информацию правильно структурировали. с ним. Ах, это на примере. Скажи, пожалуйста, вы представляете свою схему, как схему, если предложить. Каждый элемент, он может иметь какой-то вес, какие-то данные, плюс взаимосвязи. Вы вообще в вопросе стабильности существования этой системы, как-то у вас есть мысли насчет этого дела? Потому что аналог, собственно говоря, с электричеством, взять, скажем, напряжение, самосвязь от негонапряжения есть, ток, он может быть большой. Каждый элемент может быть, может не быть. И какой-то вес его может существовать. Я вам раньше говорил о том, что математика, матемическая модель, она, как говорят, существует в трех ипостасиях. Это форма, размер и число. Вы сейчас мне говорите о осуществлении и о размере. Я говорю о форме. Форма устойчивая и изменная. Что в день и в день, повторяя, что субъектив в сцени не бывает. Иначе ты субъект. Вот эти вещи абсолютно устойчивы. Другое дело, что может субъект лежать на печи, еще не делает. Может. Тогда просто понятие цели не имеет любое значение. Я уже... То есть, опять же, вопросы цивилизации. Это уже зависит от той задачи. Я могу присмотреть весовые коэффициенты. Какая цель больше, какая меньше. Но это уже я заранее сказать не могу, если я решаю с конкретной задачей. Я смотрю в свой контекст. Я в словке правильного описания. То есть идеальность нет, конечно. Нет, то есть динамика, но, конечно, и динамика нет. Я стабилен, только логик рассуждений. Толгарин Кореев, Владимир Аченович, как Вы могли бы определить ценность и полезность генномодифицированных продуктов? Как Вы могли бы определить ценность и полезность генномодифицированных продуктов? Ну, это за предел генномодифицированных продуктов. Дело в том, что я хочу рассказать так, что сейчас идет, например, использование генномодифицированных инженерий для человека. И, в частности, его исполнение от рака с помощью профилактики, с помощью каких-то там лекарств. Так вот же сам пустой человек, который исполнен от рака, он же генномодифицированный продукт. Поэтому здесь опять же нужно определить значение слова. Что мы имеем в виду? Что у нас сегодня нет чего генномодифицированных то есть если у него слово культура. Что это слово культура? Это противополагание слову натура. Вот есть нежный рак растущий и вот есть, допустим, вот я из молка собаку сделал. Это же генномодификация. Поэтому опять же если решить о каких-то непроверенных вещах, о каких-то неизвестных свойствах, которые значит вот это отдельно взрывает вопрос экспертизы. сам генномодифицированный продукт он не хороший способ, но каждый раз нужно заниматься экспертизой. Андрей Дмитрий У меня такой вопрос. Я должен какой-то смысл представиться для признаков, минимум. Если у меня два признака не складываются и ситуация вынужденная, что я должен декомпозировать до четырех, если описывать сетью признаками, не будет ли вынужденной ситуации, что я должен обобщать до четырех и тем самым обводить пространство лишний объем информации. И второй вопрос, что депутат не является ли данная модель удаления моделью всего, формулой всего, когда два разных человека все в разных листах идут к одному тому же. Смотрите, по первому вопросу. В данном случае, я уже на этот вопрос отвечал, что нужды нет. Вы каждый раз смотрите на модель и что делать с вами вы выбираете. Просто остальное придает значение. Вот и все. Выброс. Я уже говорю, например, не нужно идти с работой, включить работу дать, в которой очень стадии. Ну, зачем не могут париться? Просто еще раз что-то. Но для другого это имеет значение. Поэтому я говорю, что это имеет значение для всех, для каждого контроля. Второй момент, который означает «Боже мой сын, вы знаете, я вот к этому не склоняюсь, чтобы так называть, но в какой-то мере да, это будет авторская песня, безусловая картина имеет. Поэтому хорошая и плохая. Я говорю, ребята, покажи, что вам будем с вами. Пока надо. Я, с вами, министра, я как бы пусть этот эксперт будет оценивать. Я просто показываю, что в каких встречах она имеет и полезность. У меня немножко такое, чуть в сторону вопроса. 53-й федеральный закон о русском языке нам предписывает все то, что мы делаем в области законодательства, технического проектирования, оформлять на литературном русском языке. Может быть, пора уже задуматься о том, что должен быть специализированный язык для инженерного и технического описания мышления, которое позволяет в однозначном формате определять и формулировать термины, значения, модели и конструировать на этом языке. Потому что законодательное определение многосмысленности в деятельности, в области нормативов приводит к тому, что мы теряем управляемость. Может быть, с этого уровня начать и тогда и ваши модели, и другие технологические модели обретут строгость форм и обязательность применения. То, чего мы не можем практически сейчас требовать. Ну, золотое броня стоит, и она имеет два начала. Начало некоторой естественности процесса языкового и некоторой искусственности, некоторой нормативности. Так вот, я хочу сказать следующее, что когда я занимался подбором понятий, то есть я как в таблице недели выискал под свойствами. Так вот, я хочу сказать, что примерно 80% слов, которые здесь я использую, это из английского языка. Почему? Да потому, что раньше всех Англия она писала от религиозно-мистического описания мира к научно-экспериментальному описанию мира. Поэтому здесь я умру, это понятие там, значит, функции, понятие продукта, это все как бы из английского языка. Вот, они прижились, и они уже стали явлением, и русский язык, оно как бы с... они понимали, поэтому они несут смысл, поэтому они прижились. Теперь второй вопрос, который возникает, значит, нужно ли? Да, нужно ли. Вот я беру, например, слово, перевожу с языка, с английского на русский, значит, у меня фактически слово стандарт, шаблон, эталон, переводится одинаково, что даже в этих вещах у меня идет, даже в жильяных текстах путается, а это разные вещи. Вот, и шаблон, и эталон, стандарт, вещи разные, но и вот, как бы, их нужно разводить, и их нужно просто четко вести, вот, как ваше. Прошу вас. Добрый вечер. Михаил Кашин, меня зовут. Спасибо, Абер, за реакцию. Вопрос следующий. Ваша конструкция выглядит жесткой логикой. Есть ли в вашем словаре понятие интуиция? Если оно есть, то как вы его трактуете? Спасибо. Значит, понятие интуиции в моем словаре есть, оно у меня относится к категории чувства, которые привязаны к наблюдателям, и к словам чувства привязаны еще к понятию мира и к понятию явлений. Вот у меня к чему привязаны чувства. Оно привязано к образу, и оно привязано к понятию идеала, понятию чувства. Так вот, значит, в данном случае прям первое, что моя модель говорит о том, что мир, мир, только человек. Поэтому, за главным для человека есть чувство мира. Вот это просто мне матрица надает. Хотя это философское откровение. Так вот, что касается интуиции, вот это одна из, это один из аспектов это один из аспектов. это один из аспектов. Это один из аспектов.